2020-й войдет в историю Бобруйска как непростой, но в то же время год больших дел. Время, которое не смогла поколебать ни пандемия, ни политическая ситуация. В эти 366 дней бесперебойно производилась продукция, известная на всех континентах. В режиме 24 на 7 оказывалась медицинская помощь. Строилось жилье для многодетных и возводились новые социальные объекты. Традиционно март становится точкой отчета новых свершений и реализации поставленных целей. Торжественное собрание представителей трудовых коллективов проходит на главной сцене города. Под введение итогов Бобруйск подходит внимательно и обоснованно. Анализируется сделанное в экономической и социальной сфере, ставятся планы и на год нынешний. Мы хорошо заложили фундамент на 2021 год, а это, конечно, в первую очередь социальные объекты. Сегодня важно сохранить социальную направленность. Вот именно вклад сегодня в нашу молодежь, в наших детей, он, конечно, даст свои плоды. Мы сегодня ставим себе амбициозные задачи по строительству жилья. Удобная логистика, выгодное экономико-географическое положение, развитый транспортно-промышленный комплекс и предпринимательский сектор. В 2020-м Бобруйск подтверждает статус одного из индустриальных центров страны. Несмотря на внешние вызовы, трудовые коллективы обеспечивают эффективное завершение пятилетки и уверенно начинают новый этап движения вперед. Потому лучшим в своем деле в день подведения итогов цветы и почетные грамоты от руководства Могилевского облсполкома. Бобруйск для области, конечно, не просто второй город по численности населения. Это важный промышленный центр, это важный центр культурный. Поэтому не очень большое значение имеет город Бобруйск для Могилевского области. Мне приятно бывать Бобруйске, это красивый старинный город. Здесь приветливые, интересные люди, здесь есть что посмотреть. В 2020-м Бобруйск поставляет известные и качественные товары в 70 стран мира. В полтора раза увеличивает и выпуск инновационной продукции. Лидерами в общем объеме становится завод тракторных деталей и агрегатов, ТАИМ, Бобруйск-Сельмаш, машиностроительный и завод биотехнологий. Год был, в принципе, и сложный, и в то же время довольно успешный. Сложный – это то, что была пандемия. Конечно, это добавило сложности в работе, определенные трудности. Ну и в то же время успешный, потому что у нас объемы производства выросли. 133% – это, соответственно, большие доходы, большая зарплата. В целом за прошедшую пятилетку количество экспортных площадок вырастает более чем на 100 адресов. Увеличивается прибыль от реализации и рентабельность продаж. Собственные доходы бюджета города превышают 103%. Наибольший вклад свыше трети общих поступлений вносят Оазисгрупп, Бобруйский Бровар, Водоканал и, опять же, ТДА и завод биотехнологий. Показатели, безусловно, не могли бы быть лучше. Но те, которые мы сегодня имеем, они говорят о том, что предприятия города Бобруйска сработали неплохо, скажем так. И сегодня, конечно же, поздравляя победителей, те, которые заняли первое, второе, третье место, те, которые были занесены на городскую доску почета, хочется им пожелать, чтобы в следующем году они так же успешно работали. Достигается и должный уровень социальной защищенности населения. Средняя зарплата – 1166 рублей. Улучшается и социальная инфраструктура. В эксплуатацию сдаются жилые дома общей площадью свыше 71 тысячи квадратных метров. В их числе 13 многоквартирных. Для Бобруйчан открывают двери обновленная детская больница, а также детский сад с бассейном. Планы на 2021 год мы тоже поставили достаточно амбициозно, предусмотрели рост 115% по уровню прошлого года. И, соответственно, все показатели под этот рост. Заработную плату и все остальное. Каждый год Бобруйск называет имена лучших в соревновании по итогам социально-экономического развития. Первое место с вручением переходящего почетного знамени горисполкома достается «Славянке» заводам крупнопанельного домостроения, биотехнологий и растительных масел, филиалу «Евроторг», а также спецавтопредприятию и центральной больнице. Пользуясь случаем, благодарю всех моих коллег, начиная от руководителей учреждений здравоохранения нашего города, заканчивая заведующими, санитарочками, заканчивая хостслужбой. Хочу сказать им большое спасибо за работу в этот непростой год, потому что год был действительно достаточно сложным, но мы справились. Успехи – это выдача контейнеров частному сектору, она и продолжается в этом году. Это и получение новых механизированных средств для уборки отходов. Какие планы на 2021 год? Продолжать ту же работу, наш девиз «Чистый город». Вот мы к этому девизу идем потихонечку, потихонечку. Более 11 миллионов масок было произведено и поставлено и в аптечные сети, и предприятиям, другим предприятиям республики. Кроме того, халаты, комбинзоны и другая защитная одежда. То же самое было востребовано в прошлом году. Мы работали даже все субботы и даже по воскресеньям для того, чтобы в пик спроса удовлетворить его. То это говорит о том, что люди понимали ситуацию и не жалели сил, чтобы это выполнить. В холле Дворца искусств свои бренды презентуют городские предприятия. Свежая выпечка, ароматные десерты, новые виды колбасных изделий, натуральные йогурты и рапсовое масло последнего урожая. Потенциал демонстрируют и дети. Почетным гостям показывают свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике, программировании и не только. Вместе с мэром Александром Студневым новинки тестируют высокопоставленные гости. Не остаются в стороне в этот день и творческие коллективы города. От них только лучшие номера и искренние слова любви к Синеокой. Поздравить милых бобручанок в канун праздника приезжает и наш земляк Руслан Орехну. Со сцены звучат всеми любимые хиты. Давай забудем, я подарю тебе любовь и необыкновенная. Хочу пожелать городу процветания, потому что наш город, я считаю, самый красивый город на земле, в принципе. Моя малая родина, это самая лучшая родина, которая может быть только у каждого человека. У меня в первую очередь. Поэтому я желаю только процветания, только добра, мира и всего самого-самого лучшего, доброго и настоящего. Потому что с таким председателем, который управляет нашим городом, он делает все для того, чтобы каждый житель города Бобруйска чувствовал себя как можно лучше и был как можно счастливее. Главное, что город живой, он существует, а концерт сегодня просто изумительный. Я считаю, министерству культуры нужно приезжать сюда, во дворец искусств и учиться тому, как нужно устраивать, проводить концерты, причем из одной самодеятельности. 2020-й – это уже история, но 21-й – начало новой пятилетки, которая должна стать настоящим прорывом экономическим и политическим. Основа для развития есть, цели намечены, ориентиры для каждого белоруса – понятие единства, развития, независимость.